Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим вкуснейший клубничный сорбет, полностью натуральный, очень вкусный, нежный. Обязательно попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Особенно прекрасно охладиться таким сорбетом в летнюю жару. Добро пожаловать ко мне на кухню! 600 граммов спелой клубники смельчаем с помощью блендера. Протираем пюре через сито и после этого добавляем в пюре жидкий мед. У меня здесь 110 граммов. Я его слегка разогрела в микроволновке, но не кипятила. Перемешаю и после этого добавлю желатин. Желатина 7 грамм. Заливаю 50 миллилитрами холодной воды. Даю постоянно бухнуть в течение минут 30-40. В холодильнике желательно это делать. Так желатин быстрее набухает и лучше. Теперь распущу желатин в микроволновке. Распущенный желатин добавляем к пюре. Немножко пюре сначала добавим к желатину, чтобы выровнять температуру, а затем введем в общую массу. Пюре должно быть комнатной температуры. И теперь добавляю ванильный экстракт. У меня здесь две чайные ложечки. Можете на этом этапе попробовать пюре на вкус. Количество меда можно регулировать в зависимости от сладости клубники. При желании мед можно заменить на инвертный сироп или глюкозный сироп. Рецепт приготовления инвертного сиропа уже есть на канале. Ссылка будет в описании под видео. А также для баланса вкуса я люблю добавить лимонный сок. Лучше всего использовать сок половинки лимона или же можно готовый концентрат. И теперь отправляем нашу подготовленную массу в холодильник охладиться в течение часа примерно. Масса хорошо охладилась. Я готовить буду сорбет с помощью мороженицы. Если у вас нет мороженицы, можно перелить всю массу в пластиковый контейнер и замораживать ее в течение двух часов. Каждые 15 минут необходимо будет доставать и перемешивать с помощью венчика. Так смесь будет более однородной и без явных крупинок льда. Я перелью в кувшинчик для удобства и буду заполнять свою мороженицу. Я готовила сорбет в течение 35 минут в мороженице. Теперь перемещаем его в пластиковый или стеклянный контейнер и отправляем в морозильную камеру еще на часок или два, чтобы сорбет окончательно заморозился. Можно также подавать его прямо сейчас в мягком виде. Это очень вкусно и освежающе.